Здравствуйте! С вами Дмитрий Книга и новости Ленинского городского округа. Смотрите сегодня в нашем выпуске. Депутат Московской областной думы Владимир Жук проверил комплексное благоустройство придомовых территорий в Видном. Сейчас самое время подводить итоги благоустройства. На этой неделе во всем мире отмечался день борьбы с остеопорозом. Здесь учитываются возрастные особенности, так как с учетом старческих возрастов кости становятся хрупкими, рост становится меньше. Дворец культуры города Видной отмечает юбилей. Мы стараемся идти в ногу со временем. Иногда приходится бежать. Депутат Московской областной думы Владимир Жук проверил, как проходит комплексное благоустройство придомовых территорий в Видном. Ремонтные работы ведутся в рамках губернаторской программы формирования комфортной городской среды. Подробнее в сюжете Натальи Буслаевой. Дворовая территория у дома номер 82 по школьной улице была бы устроена с учетом пожелания жителей. Здесь расположено сразу несколько зон отдыха для разной возрастной категории. Как рассказала местная депутат Ирина Архангельская, работы по благоустройству двора начались по многочисленным просьбам жителей. Мы обратились в Францию, в Дорсервис, сделали заявку. И вот на этот год у нас было и заложено. И вот посмотрите, действительно, как сделали. Сделали, вот женщины просили, чтобы у них была зона отдыха отдельно от мужской. Где ребята там сидят, шахматы играют, там домино. Детская площадка вы тоже видели очень довольно-таки хорошая. Жители довольны. После комплексного благоустройства во дворе появилось несколько участков для отдыха с лавочками и столами. А также отдельная спортивная зона. Как преобразилась придомовая территория, проверил депутат Московской областной думы Владимир Жук. Спортивную площадку, сами элементы попросили утопить в асфальт, для того, чтобы не мешало, как бы порожка не было такого. Вот. Ну, действительно, замечание есть. Постараемся его учесть, потому что будет резиновое покрытие, оно покрытие все равно поднимется и порожка не будет. Также Владимир Жук побывал на Советской улице во дворах домов 9, 11, 15 и 17. Здесь тоже проходят ремонтные работы в рамках комплексного благоустройства. В рамках программы губернатора комплексного благоустройства дворовых территорий было благоустроено в Ленинском городском округе порядка 50 дворов. Из них эти 50 дворов немножко подразделились. У нас была часть дворов, которая была сделана за счет софинансирования с Московской области в рамках программы губернатора. Часть дворов была сделана за муниципальный бюджет. Сейчас самое время подводить итоги благоустройства, которое было сделано за летний период. Сейчас последние штрихи, недоделки, шероховатости. На улице Завидное. Во дворах нескольких домов были произведены масштабные работы. Заменены детские и спортивные площадки. По просьбам жителей установлены тренажеры для занятий различных категорий населения. Появилась новая скейт-площадка, которая пользуется популярностью у подрастающего поколения. Больше внимания обращаем уже на эстетику. Больше внимания на какую-то экологичность материалов, из которого исполняются элементы благоустройства. Ну и безусловно, на сегодняшний день мы больше внимания уделяем озеленению, флористическим мафам. То есть стараемся наш век урбанистический привнести как можно больше природных объектов и зеленых объектов. Все работы по благоустройству придомовых территорий в Ленинском городском округе будут завершены в течение двух недель. Наталья Буслаева, Александр Логинов, Екатерина Давлятова, Видное ТВ. На этой неделе во всем мире отмечался день борьбы с остеопорозом. Дата призвана обратить внимание общества на заболевания и улучшить осведомленность людей о методах профилактики. Наш корреспондент Юлия Пагасьян встретилась с заведующим травмпунктом Бутовской амбулатории, чтобы выяснить, как же уберечь себя от этой коварной болезни. Остеопороз – заболевание костей, предугадать которое врачи практически не могут, так же, как и выявить. В большинстве случаев пациенты узнают о болезни, когда кости уже ломаются. Причем не свойственным для обычного перелома образом и в определенных местах. Например, шейка бедра, позвонки грудного и поясничного отделов, лучевая кость. Просто подсказанность, просто отступила, ну как можно было сломать. Это говорит о том, что травма не соответствует перелому. Вот в этот момент мы в первую очередь думаем, в первую очередь на рентгене мы смотрим больше, как бы акцент делаем на то, что это остеопороз, что минуя наши травмы, еще нужно здесь иметь в виду наличие второстепенных заболеваний. Остеопорозу в равной степени подвержены как мужчины, так и женщины. Делится он на два типа. Первичный, вызванный непосредственным истощением костей, и вторичный, приобретенный в ходе осложнения от других болезней. Остеопороз может быть тотальным, когда страдают кости всего скелета, и очаговый на определенных участках, в основном трубчатых костей. Здесь учитываются возрастные особенности, так как с учетом старческих возрастов кости становятся хрупкими, рост становится меньше. Одна из причин, которая приводится к деструкции внутри кости. Когда сама структура костей, мелких ячей, решетчатость, она вымается, в связи с чего не собирается полноценно, форменные элементы, и по плотности кость становится хрупким. Важно, что остеопороз лечится. Процесс долгий, но насытить кости необходимыми элементами вполне возможно. Однако для этого необходимо выявить причину возникновения болезни. Надо идеологически, в самой причине копаться, найти эту истинную причину, а потом уже восполнять форменные элементы. То есть, как закон СИТа отсюда давать, оттуда имея другую причину. И второе, последствия, которые, как, например, ремотоидных комбинациях, ремотоидных комбинациях или посттравматических, тогда происходит изменение самой кости, структуры. Нарушения метаболизма и дисбаланс гормонов в организме напрямую влияют на целостность костной ткани, питание, образ жизни. Необходимо следить за этими вещами, а также принимать витамины Д3, кальций и витаминно-минеральный комплекс. Юлия Погосян, Кирилл Иванов, Оргасадовская. Видно этого. В день памяти священно-мученика Василия Озерецковского в Казанском храме состоялась божественная литургия. Здесь его особенно почитают, ведь 12 лет отец Василий служил в Молокове. Престольный праздник посетила наша съемочная группа. День памяти Василия Озерецковского в Казанском храме – праздник очень важный. Ежегодно на божественную литургию собирается немало людей. В этот раз около 40 человек. Ежегодно поздравляю вас с нашим престольным праздником. Сегодня память нашего священно-мученика Василия, который 12 лет служил в этом храме в годы дихолетия и который увидел закрытие этого храма в 1934 году. И мы переведем в село Иван-Теремец. Спустя три года на Бутовском полигоне отца Василия расстреляли. В день его смерти, 21 октября, в православной церкви вспоминают священно-мученика и молятся о нем. В этом году службу в Казанском храме провел архиепископ Подольский Люберецкий Аксий. Ему сослужили благочинные видновского округа Дмитрий Березин и настоятели ближайших к селу храмов. Очень важно, что мы вспоминаем в те дни, когда святые, которые когда-то здесь совершали свое служение, эти святые за нас молятся и предстательствуют на небе, а мы им здесь на земле, как их благодарные потомки, воздаем хвалу, воздавая хвалу самому Богу. Литургия длилась около трех часов. Перед иконой священно-мучеников Алексея и Василия присутствующие произнесли не одну молитву. По окончании службы Дмитрий Березин провел небольшую экскурсию для архиепископа, показав ему открытый шесть лет назад крестильный храм в честь священно-мучеников. Александра Столярова, Кирилл Иванов, Елена Кошелева. Видное ТВ. Его называют «жемчужиной нашего города». И неспроста. Дворец культуры – это место притяжения людей, стремящихся к творчеству. В прошлом году учреждению исполнилось 65. Тогда ситуация с коронавирусом не позволила провести праздничные мероприятия. В этом же году сотрудники ДК надеются отметить юбилей. Правда, уже с пометкой 65 плюс 1. О том, чем живет учреждение культуры сегодня, мы готовы рассказать уже сейчас. Дом культуры Московского коксогазового завода. Районный центр культуры и досуга. Дворец культуры города Видное. Как бы он ни назывался, каждый видновчанин понимает, о чем идет речь. Ведь тысячи горожан в свое время приходили сюда на концерты и спектакли, занимались творчеством. И история ДК – это история Видного. Лариса Гейлис – одна из тех, чья жизнь тесно связана с Дворцом культуры. Я здесь работаю с 76-го года. Это я работаю. А я здесь еще росла. Занималась в трех кружках. Поэтому мое детство все прошло в Доме культуры. И после института я вернулась в свой родной ДК. Родным Дворец культуры стал для многих творческих людей нашего города Владимир Глейхман – бессменный руководитель Муниципального оркестра народных инструментов на протяжении полувека. Именно он сделал оркестр визитной карточкой нашего города. Сегодня оркестранты репетируют уже без Владимира Давидовича, которого не стало в июне нынешнего года. Коллектив не распался. И это говорит о том, что руководитель в свое время объединил людей. Здесь нет случайных, здесь каждый предан общей идее. В оркестре дружественная, добрая, семейная практически атмосфера. Помимо того, что мы здесь получаем музыкальные удовольствия, играем на инструментах, у нас еще здесь как большая семья. Все праздники, дни рождения, радости, горести мы все отмечаем вместе. Во Дворце культуры сегодня работает три театральных коллектива. Народный театр ТВИД, конечно же, знают и любят многие. На спектаклях всегда аншлаг. На пятки старшим наступает молодежь. Михаил Бондарев во Дворце культуры в прямом смысле вырос. И считает, что актерский опыт ему пригодится. ДК для меня как место притяжения творческих людей. Здесь можно легко найти себе новых знакомых, новых друзей, которые с удовольствием посмотрят на твое творчество. На которых ты с удовольствием посмотришь и будешь вдохновляться ими. Тянутся к театральному искусству и юные видновчане под руководством режиссера и педагога Ксении Князевой. Участники младшей группы театра постигают азы актерского мастерства. Мне безумно интересно, потому что я люблю детей. Мне интересно обучать их, интересно отдавать свои знания, дарить себя детям. Многие ребята, попав сюда, всерьез начали задумываться об актерстве как о своем будущем. Сразу меня, как я пришел с первого занятия, меня сразу зацепило. Я понял, что это моя профессиональная будущая работа. Сегодня во Дворце культуры порядка 20 различных студий. Полтысячи человек самого разного возраста приходят сюда за творческим вдохновением. Хореографическая студия «Мозаика» для самых маленьких. Так как я коренная видновчанка, я сама сюда ходила, еще маленькая была. Так что традиция. Это сегодня детская танцевальная студия, а потом, глядишь, и звездный вальс. Это уже уровень серьезный. Тоже занимаются на базе учреждения. И каждый вечер Дворец культуры превращается в Большой муравейник. Звуки голосов и музыкальных инструментов слышны из разных концов здания. Коллектив сотрудников, среди которых случайных нет, делает все, чтобы видновчане спешили сюда вновь. Мы стараемся идти в ногу со временем. Иногда приходится бежать. Но это наша работа. Это даже не так. Это не наша работа. Это наше призвание. И это то, ради чего мы ходим сюда, не на работу. Мне иногда кажется, что наш дом здесь. И пока люди, работающие здесь, идут в ногу, Дворец культуры будет притягивать к себе людей, жаждущих творить. Татьяна Брылова, Сергей Ларин, Ольга Садовская, Видное ТВ. На сегодня это все новости. Всего вам доброго и до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok